Привет, друзья! Вы на канале Blackroom и с вами снова Антон. Сегодня, наверное, самое долгожданное видео на нашем канале. Мы с вами будем собирать бюджетный домашний кинотеатр в бюджете до 500 тысяч рублей. Погнали! Как я вам говорил в одном из предыдущих роликов, мне очень зашла идея использования в домашних кинотеатрах студийных мониторов. Потому что это действительно бюджетно и это действительно круто. Это дает вам чистый, правильный, ровный звук и вполне себе за вменяемые деньги. Поэтому мы будем строить наш домашний кинотеатр за 500 тысяч рублей именно на основе студийных мониторов. Для этой роли я подобрал одни из самых бюджетных, но в то же время с очень хорошими отзывами на Яндекс.Маркете и других источниках студийные мониторы. Одни из них, практически такие же, стоят у меня дома. Особой изюминкой данного ролика будет то, что в конце вы получите полноценный список и детальное руководство того, что вам необходимо просто взять и заказать в интернете, привезти себе домой и поставить в вашей комнате домашнего кинотеатра и начать получать эмоции. Итак, поехали! С чего же мы начинаем? Конечно же, с выбора акустических систем. В нашем случае это студийные мониторы. Причем студийные мониторы активные, как мы и говорили в этом ролике. Их основной плюс является то, что у них есть встроенный усилитель. У большинства из них этих усилителей целых два, на каждую полосу отдельный свой. Для того, чтобы уложиться в наш целевой бюджет 500 тысяч рублей, а я напомню, что 500 тысяч это будет только на технику, без каких-то сторонних инсталляционных работ, без звукоизоляции, без акустического оформления, друзья, ну увольте. Как бы за эти деньги лучше взять хорошую технику и потом уже достраивать вашу комнату, зная, что у вас в базе тоже все хорошо. Конечно, в серьезных проектах и во всех наших проектах, которые мы делаем, это правило работает с точностью, да наоборот. Я рекомендую сначала сделать комнату и потом ее наполнить, может быть, не сразу, но нормальным, хорошим оборудованием. Но в случае 500 тысяч это все равно, скорее всего, будет обычная гостиная с телевизором, либо с проектором. Кстати, именно оба эти два варианта мы сегодня и рассмотрим. Итак, полетели выбирать наши мониторы. На первом месте и самый недорогой, это монитор от компании JBL, модель 308P. MK2, это второе поколение этих мониторов. У меня дома стоят почти такие же, только 5-дюймовые. Я их взял практически на шару, то есть там за 10 тысяч рублей за одну штучку. Но, вы знаете, тот эффект, который я от них получил, я не перестаю на самом деле радоваться. Сижу и в фоновом режиме слушаю джаз, слушаю что-то еще, когда просто дома работаю. Они дарят мне действительно очень-очень много позитивных эмоций, потому что я слышу все мельчайшие нюансы каждой стереозаписи. В данном случае мы берем мониторы помощнее, чтобы они могли все-таки уверенно озвучить на приличную комнату, скажем, метров 12-16, обычная гостиная, да, в обычной квартире. Поэтому это будет модель с 8-дюймовым низкочастотным драйвером. И у всех, кстати, мониторов, которые будут дальше по списку, это 8-дюймовый низкочастотный драйвер, за одним исключением, но о нем позже. Стоят такие мониторы 16 тысяч рублей за одну штучку. И на круг, а мы с вами строим систему минимум, да, система 5.1. На круг получается 80 тысяч на все колонки, включая усиление. Я считаю, что эта цена сугубо справедливая. И получить соотношение цены, качества и количества звука за такие деньги в таком именно вот пятиканальном варианте будет достаточно сложно. Следующий вариант студийных мониторов – это мониторы от компании M-Audio, модель BX8-D3. Мониторы от M-Audio, так же, как и от компании JBL, славятся своим прекрасным соотношением цены, качества и количества звука, которое вы получаете за эти деньги. M-Audio будет чуть мощнее, чуть более дискотичнее, басовее, чем JBL. И стоят они всего лишь на 2 тысячи подороже. Но звук у них будет чуть менее ровный, чем у JBL. Следующий вариант – это одна из самых популярных моделей вообще мониторов, наверное, в мире. Это мониторы от компании Yamaha. Пятидюймовые являются, пяти-шестидюймовые являются самыми популярными. Но мы берем опять восьмидюймовую модель. Называется она HS8. Стоят они 22 тысячи рублей. Для любителей ямаховского звука этот вариант подойдет как нельзя лучше. В круг уже получается больше, чем 100 тысяч. В данном случае 110 тысяч рублей. Но мы знаем, на чем нам еще можно сэкономить. И на самом деле у нас там есть небольшой зазор. Об этом чуть позже. Четвертая модель мониторов, которую я в этот список внес. Это мониторы KRK RP8. KRK любят все создатели хип-хопа. Именно такие мониторы стоят у большинства молодых ребят, которые пишут дома хип-хоп. Это связано с тем, что они действительно очень круто качают басовые ноты. А вы знаете, что в современной хип-хоп музыке очень важен крутой бас. Поэтому если вы хотите, чтобы герои в ваших любимых фильмах звучали по басовите, то ваш выбор керки. Но стоят они опять же немножко дороже. 26 тысяч рублей за одну штуку. И на круг получается 130 тысяч за 5 мониторов. Ну и пятый вариант. Это для любителей уже хорошего бренда, более дорогой техники, мониторы за 170 тысяч на круг. Это Focal Alpha 80. У них сугубо положительные отзывы на всех маркетплейсах. Они выглядят уже отлично. И играют тоже на все вот эти вот 170 тысяч на круг за 5 мониторов. И небольшой лайфхак для вас, если вы не очень понимаете, как на самом деле осуществлять выбор. Не наездишься вживую, не наслушаешься все эти мониторы. Но, друзья, на нашем прекрасном любимом YouTube есть обзоры, причем целой кучи разных блогеров вот этих мониторов с реальными записями, с реальными А-Б переключениями. И вы точно найдете описание и в хороших наушниках сможете оценить разницу в характере и звучании всех вот этих 5 моделей мониторов. Так что мотайте на уши. Двигаемся дальше и переходим к сердцу нашего домашнего театра. Это аудио-видео процессору. Да, друзья, именно аудио-видео процессор, потому что все мониторы имеют студийное подключение, имеют XLR разъем или TRS jack на своей задней панели. И вам придется их подключать так или иначе по балансу. И как раз именно AV-процессоры уже обычно имеют у себя на борту балансные выходы с разъемами XLR. В прошлом видео я как раз рассказывал про то, что это является одним из минусов использования студийных мониторов в домашнем кинотеатре. Но, если у вас есть AV-процессор, этот минус не для вас. Никаких проблем с подключением у вас не будет. Первый процессор, который мы берем в наш список, это будет Onkyo модель PRRZ 5100. Стоит он 220 тысяч рублей, но по сути это самый доступный на рынке сейчас аудио-видео процессор с разъемами XLR на борту. Вы спросите меня тратить половину бюджета сразу домашнего кинотеатра только на один девайс, на аудио-видео процессор? Ну да, друзья, это так, это действительно самый доступный AV-процессор. Да, это расточительно, но в принципе есть тоже небольшой лайфхак. Вы можете пойти на Авито или на другую доску объявлений и найти там не очень старый процессор 5.1.7.1, например, тот же самый Onkyo или Integra предыдущих поколений. И обойдется это вам всего лишь в 60, 70, иногда даже меньше тысяч рублей. И это действительно лайфхак, потому что мы с вами строим систему 5.1. Вам не нужны Atmos-каналы, не нужно Atmos-декодирование. Поэтому вы можете смело взять процессор рабочий в отличном состоянии на Авито и жить спокойно себе в удовольствие пару-тройку лет, пока вы не решите проапгрейдиться до Atmos. И сейчас мы подходим к тому варианту процессора, который на самом деле получается самый бюджетный. Он действительно доступен, новый, но у него есть мимо, у него нету балансных выходов. Как же быть, спросите вы меня. Да, в общем, никаких проблем. Либо вы просто идете и покупаете переходник с RCA разъема небалансного подключения на XLR и подключаете таким образом обычным кабелем, тюльпаном. Либо берете и паяете. Если вы дружите с паяльником, берете обычный кабель и по специальной схеме, которую вы видите сейчас на экране, вы просто производите спайку этого кабеля и получаете тот же самый переходник, только в виде одного готового изделия. И процессором этим будет являться модель от компании Emotiva. Называется она MC700. Это восьмиканальный процессор 7.1. Самый доступный, стоит всего лишь 80 тысяч рублей новый. Кстати говоря, предыдущее поколение данного процессора я у себя как-то тестировал дома. И в принципе остались сугубо положительные впечатления. Мне просто там не хватило немножко возможностей по эквализации и по коммутации. Поэтому я его поменял на другой процессор. Но об этом давайте как-нибудь в другой раз. Поэтому не забывайте подписываться на канал, будет впереди еще много интересного. Однако, есть еще возможность использовать AV-ресивер. Относительно недорогой AV-ресивер. Я выбрал модель Denon AVR-X3600H. Этот аппарат вы в принципе сможете использовать очень универсально. Можно его сделать полноценным сердцем системы в вашей хай-файной системе и подключить к нему пассивные колонки. Но можно отключить его встроенные усилители и использовать выходы с предусилителем. Многоканальный выход. В данном случае мы будем делать именно так и подключим его 5.1 выход к нашим студийным мониторам. Full Denon это первая модель в линейке, которая имеет собственно выходы, многоканальные выходы с предусилителя. Именно поэтому мы используем именно ее. Так бы мы попробовали сюда поставить еще более бюджетную модель. Но там, увы, только стереовыход имеется. Теперь поговорим про сабвуферы. Я провел минут 10, наверное, за изучением рынка того, что сейчас доступно из того, что могло бы поместиться в наш бюджет. И к моему, или к сожалению, или наоборот радости, ничего лучше, чем начальные модели от компании SVS я не нашел. Поэтому мы будем использовать в нашем кинотеатре 5.1 на студийных мониторах сабвуферы SVS. Либо модель закрытая, это SB1000 или SB2000, более старший брат. Либо модель с фазоинвертором, а именно PB-1000 или PB2000. Почему мне хватило 10 минут, чтобы сделать этот выбор? Ну, во-первых, я знаком с брендом SVS не понаслышке. Это был один из первых сабвуферов, которые я купил себе лично лет, наверное, 12 назад. И он мне отслужил верой и правдой лет 5 или 6. И это действительно та золотая середина среди сабвуферных брендов, действительно сабвуферных компаний, которые начинали и продолжают делать только сабвуферы, хотя у SVS теперь уже есть и акустические системы. Но, тем не менее, начинали они чисто с зубов. И до сих пор их сабвуферы остаются одними из самых лучших по соотношению того уровня и качества баса, которые вы получаете на каждый уложенный рубль. И именно их я рекомендую использовать в домашнем кинотеатре, когда у вас имеется некий ограниченный бюджет. Именно так я делаю. Всем, кто ко мне обращается за советом, говорю, в первую очередь, посмотрите на бренд SVS. Я также надеялся, что мне встретятся какие-то достойные варианты в этом бюджете от таких брендов, как Velodyne или Rel. Но вы знаете, ничего сравнимого по такому уровню именно домашнего кино в этом бюджете, к сожалению, сейчас недоступно у этих брендов. Все, что маломальски подходит и будет по такому же уровню давить у вас в домашнем кинотеатре, стоит где-то, наверное, от 150, от 200 тысяч и выше. Причем самое интересное заключается в том, что в некоторых конфигурациях мы сможем упихнуть даже два сабвуфера начального уровня от компании SVS. И это действительно будет полезно и скажется положительно на качестве баса в вашем домашнем кинотеатре. А кто не знает, что нужно как минимум два сабвуфера вообще ставить, переходите по ссылочке и посмотрите, пожалуйста, вот это видео, где мы разбираем как раз тему множественных сабвуферов. Следующим пунктом в списке нашего оборудования для бюджетного домашнего театра за 500 тысяч будет устройство отображения видеокартинки. В нашем случае первостепенно это, конечно же, телевизор. Большинство домашних кинотеатров все равно строятся на базе телевизора. И в принципе, если у вас ярко залитая комната, то я рекомендую именно такой вариант. Если у вас есть возможность полностью зашторить окна или у вас домашний кинотеатр в подвале, там где у вас есть полный контроль над вашим освещением, то там будет вариант рассмотрен чуть позже и он будет на основе проекта. Но сейчас речь про телевизор и, конечно же, я здесь рекомендую телевизор по технологии OLED. К моему удивлению, за 125 тысяч рублей сегодня вы можете купить полноценный OLED-телевизор, пусть и начальной серии B прошлого года с диагональю аж 65 дюймов. Точно такой же, только модель C висит у меня дома на стене. Осталось нам добавить немного в наш список домашнего кинотеатра за 500 тысяч. Это источники сигнала. Здесь мы далеко бегать не будем и возьмем два мною любимых и проверенных на деле источника из разных миров. Из мира Apple и из мира Android. Это будет Apple TV 4K с памятью 64 гигабайта. Стоит такой аппарат 15 тысяч рублей сейчас в среднем по рынку. И DUNA PRO 4K второй версии, которая стоит на данный момент в районе 22 тысяч рублей. То есть вы сможете смотреть и свои любимые фильмы, скачанные, откуда вы их там качаете. Или официально покупать и ставить все необходимые сервисы на Apple TV и смотреть стриминг в полном объеме по-царски просто. Итого, подытоживая наш первый список на базе телевизора, смотрите, у меня получился вот такой вот комплект. Сейчас на экране вы видите его состав. Это 5 мониторов от GBL. Это процессор Emotiva. Это целых 2 сабвуфера SB1000 от компании SVS. И, конечно же, оба источника сигнала. Плюс, конечно же, в этом списке будет прекрасный телевизор 65 дюймов по диагонали по технологии OLED от LG. И весь этот комплект, получается, у нас будет стоить всего лишь 472 тысячи рублей. Останется еще на кронштейны для ваших активных студийных мониторов, чтобы их аккуратненько подвесить на стены. Возьмем другой пример. Система на базе нового процессора Onkyo, который стоит практически полбюджета. Те же самые 5 мониторов GBL. Один сабвуфер PB1000. Он будет играть чуть громче, чем его закрытый собрат. Но он здесь будет один. Все те же самые источники и тот же самый телевизор вы получаете за 537 тысяч рублей. Те, у кого бюджет немножко более гибкий, могут себе позволить вот такую конфигурацию. По сравнению с первым комплектом, вы, безусловно, будете иметь разницу. Потому что данный процессор от компании Onkyo поддерживает в полной мере все форматы 4K HDR. И вы будете иметь фьючер-пруф-систему. Вы сможете спокойно добавить несколько колонок на потолок и получить полноценный Dolby Atmos. Ну и, друзья, еще пара конфигураций. Сейчас на экране вы видите одну и другую конфигурацию на базе ресивера Denon. Все они укладываются в 500 тысяч рублей, даже с определенным запасом по цене. А теперь давайте рассмотрим вариант для любителей настоящего кино и отраженного света и проекционного экрана. В базе аудиосистема осталась у нас прежней. Те же мониторы, те же аудио-видеопроцессоры, тот же ресивер Denon. В источнике все то же самое. Только вместо телевизора у нас будет теперь проектор и экран. В качестве проектора, в эти деньги, чтобы мы поместились, я выбрал аппарат, у которого не будет эффекта радуги. Это не DLP проектор. Это проектор 3LCD от компании Epson. Модель называется EHTW6700. Это полноценный Full HD проектор, который поддерживает все современные форматы. Так или иначе, он примет у вас 4К и отобразит его максимально корректно на своих Full HD матрицах. На нашем канале есть целая подборка уже роликов про проекторы, есть их обзоры, есть отличия технологий. И ссылочки на все эти ролики я оставлю внизу. Если вы их не смотрели, то рекомендую посмотреть. Там я как раз рассказывал, почему я не люблю одночиповые DLP проекторы. Вот этот гадкий эффект радуги, я его, если честно, не переношу. Поэтому в свою систему я вставляю проектор, у которого и нет этого минуса. Поэтому это будет Epson. Ну и кто же будет компаньоном нашему прекрасному безрадужному проектору Epson в вашем домашнем кинотеатре? Я считаю, что экран должен быть полноценным. Должен быть на хорошей толстой бархатной раме и должен быть стационарным. Поэтому сюда я поставил экран от компании Digis. Называется он Velvet. Размер этого экрана, мама дорогая, 160 дюймов по диагонали. Формат 16 на 9, чтобы быть максимально универсальным. Чтобы вы могли во весь экран смотреть аватар, гонять компьютерные игры в PlayStation. Скоро выйдет PlayStation 5, вообще будет просто пушка. И в общем вот этот огромный здоровенный экран, его замечательным образом засветит проект Epson, у которого яркость 3000 люменов. В паре это будет просто уже супер кинематографический опыт. И стоит этот экран всего лишь 56 тысяч рублей. Сколько же будет стоить домашний кинотеатр вот с такой вот видеосистемой, с настоящим проектором, с огромным классным экраном на бархатной раме и теми же прекрасными студийными мониторами и всеми остальными компонентами, о которых мы уже так долго говорили. Смотрите, пример. Ресивер Denon, мониторы M-Audio и сабвуфер SB2000. Не в младшей, а уже старшая серия. Всего лишь 496 тысяч рублей. Мы попали в наш бюджет, друзья. Еще один пример. Это AV-процессор Savita Integra прошлого поколения. Это JBL-мониторы. Это два сабвуфера SB1000 или PB1000, потому что денег они стоят одинаковых абсолютно. Всего лишь 493 тысячи рублей. Ну и еще пару вариантов, которые чуть-чуть выходят за рамки 500 тысяч рублей, однако это тоже не критично. Сейчас вы видите на своих экранах. Ну и как я и обещал, рассказываю, как получить магическую табличку с теми конфигурациями домашних кинотеатров до 500 тысяч рублей, о которых, собственно, было это видео. Переходите по ссылке в описании, оставляйте ваши контакты, и мы отправим вам ее тут же на WhatsApp или электронную почту. Друзья, в завершении хочу сказать, что я очень старался сделать для вас это видео, сделать его интересным, полезным, поэтому, пожалуйста, не скупитесь на лайки, если действительно понравилось, и обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что ваш путь к кинотеатру вашей мечты начинается именно с Blackroom. А с вами, как всегда, был Антон, основатель компании Blackroom. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok